Сейчас к событиям в Грузии. Сегодня в Тбилиси националисты сорвали съёмку нашего телеканала. Молодые люди распускали руки и плевали в лицо журналисту и оператору. На прямой связи наш специальный корреспондент грузинской столицы Станислав Бернвальд. Станислав, приветствую. Расскажите, что конкретно произошло и сами вы не пострадали? Да, здравствуйте, коллеги. Действительно неприятная ситуация сегодня произошла недалеко от центра Тбилиси. Мы писали репортаж и, собственно, записывали спикера, который рассказывал о той ситуации, которая может произойти в случае отмены прямого авиасообщения с туристическим направлением в Грузии. Записывали женщину Викторию, она владелец туристического бизнеса. Да, именно в этот момент к нам подошли двое непонятных молодых людей, которые начали сначала словесно, а потом физически воздействовать на, собственно, мужа этой женщины, который просто преградил путь между нами, встал между нами и ими. Вот, завязалась драка, но начиналось всё примерно вот так. Давайте послушаем и посмотрим, как это было. На самом деле сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, вынуждают, чтобы мы ввязались в драку, но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию. Действительно, люди, которые останавливались, пытались разнять, собственно, дерущихся. Вот я ещё раз напомню, что муж той женщины, которую мы записывали, он встал между нами и вот этими непонятными, агрессивными ребятами. Люди также пытались растащить их сразу после того, как инцидент закончился. Они исчезли из поля зрения, увидев на горизонте полицию. Да, действительно, вот очень непросто работать сейчас в этих условиях, в условиях напряжённой ситуации здесь, в Тбилиси. Стоит сказать, что мы продолжаем это делать, несмотря ни на что. Коллеги, передаю вам слово, будем держать вас в курсе. Станислав, а какая ситуация в целом сейчас в Тбилиси? Могли бы вы дать какую-то оценку? Сейчас на площади свободы совершенно спокойно, нет никого. Но, как анонсирует оппозиция, в 19 часов по уместному времени люди вновь начнут собираться. Я напомню, что оппозиция выдвигает требования. Это отставка кабинета министров. В первую очередь, отставка министра внутренних дел. И досрочные выборы в парламент, это условия оппозиции. И, как говорит оппозиция, они будут собираться до тех пор, пока их условия не будут выполнены. То есть, сегодня в 19.00 вновь будет собрание на площади свободы. Мы будем следить за событиями. В целом, в городе, конечно, чувствуется такое напряжение в связи с тем, что происходит. Коллеги, передаю слово. Да, Станислав, благодарю вас. Ну что ж, вместе с вами следим за происходящими. Я напомню, на прямой связи из Тбилиси был наш специальный корреспондент Станислав Берланов.